Купила сушилку для овощей и фруктов. Вот ее повезу домой. Посмотрим самую простую. 1590 Ну вот она моя сушилка. Купила я ее в интернет-магазине. Мы доставили за 3. Самая простая. Сначала я выбрала другую сушилку. Но ее не оказалось в магазине. На сайте отказали. Я решила выбрать самую наипростейшую. Без всяких наворотов, вентиляторов. Оказывается, все сушилки разные. Какие-то с вентилятором, какие-то нет. Ну вот так это выглядит. Ага, это она там боком засунута. Сейчас мы посмотрим. Так. Называется Сушилка для овощей и фруктов. Мастерица сделана в России, как ни странно. Ага. Мощность 150 ватт. Убираем. Ищем. Вот так она выглядит. Написано на 2,3 килограмма что ли. В общем, сушилки Отличаются Количеством вот этих Поддонов Потом мощностью И есть у ней вентилятор или нет. У этой сушилки вентилятора нет. А вентиляторы бывают или снизу Или сверху. Так. Такой шнур. Где тут перед У нас В общем, вот такая кнопка И где-то еще есть Крышка Так. Вот так внутри выглядит Можно сказать Допотопно Обычный тэн, как на электроплитке Интересно И все Делов-то Да Просто тэн Здесь Ой Снизу Это крышка, которая Сверху надевается Еще что-нибудь И просто поддоны Поддоны Кладутся Вот на такие Тут держатели За них, видимо На них зацепляются Вот вам А нет Не на них Сверху Так Сейчас Внимемся Вот такое руководство По эксплуатации Сушилка для овощей и фруктов Электрическая СШ 0305 США Сушилка Я по отзывам читала Вроде нормально Но видите Самое Наипростейшее Нужно прочитать Внимательную инструкцию Потому что Говорят, что Некоторые Вот эту крышку Инструкцию не прочитают И вот эту крышку Ложат на тэн Этого ни в коем случае Дехать нельзя Потому что Она вот должна Закрывать Вот эти все поддоны Ну так Что-то шевелится В общем Вот такая Сушилка У меня Не знаю Как покажет себя В эксплуатации Завтра Поедем на дачу Наберем яблок Посмотрим Поддоны Сушилку В общем Вот так Значит Она выглядит Поддоны Не вот так Как они лежали В коробке Кладутся А вот так Вот такие поддоны 5 штук Есть 8 Есть квадратные сушилки И сверху Крышка Вот эта Она Подавесная В магазине Как-то В общем Крышка С такой Закрывашкой Открывашкой Смотрите Закрыла Дырку Открыла Сеточку Или Открыла Отверстие Сеточка Закрыта В зависимости Наверное От интенсивности Тепла Вот так Крышка Привезти Сеточка Яблоки Нарезать Здесь Хотя написано Можно Яблоки И грибы Сушить Но перед Применением Нужно Вымыть ее Как написано В инструкции Во время Первого Включения Прибора Возможно Появление Дыма Что является Следствием Процесса Обгорания Излишков Защитной Заводской Смазки На внутренних Деталях Прибора Это не является Неисправностью Так что Не переживайте В общем Вымыть Написано Пластиковый Корпус Поддоны Вытереть Насухо И установить На корпус Не разрешайте Пользоваться Прибором Детям Старше 12 лет Порядок Работы Установите Прибор На твердую Сухую поверхность Ровную Разложите Заранее Подготовленные Продукты В один слой На поддоны Установите На основании Прибора Поддона С продуктором И накройте Крышкой Подключите Прибор К сети И нажмите Кнопку Включить Во время Работы Прибора Рекомендуется Устанавливать Все поддоны Даже если Часть из них Остается Пустыми Понятно Ооо Я думаю Может можно Парочку убрать Поддонов Допустим Если не все Заполн Нет Свободная Циркуляция Воздуха Это Необходим Условие Для Успешной Сушки Продуктов Для Регулировки Расстояния Между Поддонами Каждый Поддон Имеет Выступы Чтобы Увеличить Загрузочное Пространство Поддона Установите Съемные Уровни Как показано На рисунке Так И что Это На рисунке Сейчас Посмотрим Выступы В поддоне Имеется Ввиду Вот здесь Наверное Снизу Видите Такая Рисочка Как бы Он Ставится Как Друг на дружку Нормально Все Переберяется Будем пробовать Друзья Когда я Привезу Яблоки И нарежу Я вам покажу Как это Происходит Процесс Сушка Мастерица Крышка Инструкция И вот Что внутри Ну Очень Все просто Пластиковый Корпус И Тен Уходит В какой-то Там блок Питания В общем Элементарная Кнопка Провод К тену Ну Все Очень Просто Санкт-Петербург Вот Такая Кнопка Механическая Здесь Как бы Тоже Отверстие Для вентиляции Ну Может Повыше Надо было Ножки Или нет В общем Расстояние Будет Вот На высоту Вот этих Ножек Выходить Здесь Естественным Путем Воздух Нагреваться Будет Идти Вверх Вот Эта Крышка Закрывается И через Отверстие Значит Будет Выходить Воздух И для Отверстия Закрываются Вот Такие Поменьше Отверстия Или Открываются В общем Все Элементарно Ватсон Очень Просто Ну Вот Садовая Наша Слива Сдачи Нужно Ее Вымыть Посушить И разложить На поддон Слива Разложила Так На один Поддон Здесь У меня Немножко Вишни И туда Положу Грушу Нарежу И апельсин И доложу Этот Поддон Делаю Ну Вот Так Это Выглядит Вот Две Груши Заняли Столько Места Считайте Пол Поддона Все В свободном Полете Вяжем Дальше Вот Этот Агрегат Раз Как бы Совет Что Следить Как сушится Если Если Что То Можно Поменять Дон Какой То Наверх Какой То Вниз Довольно Тяжелая Конструкция Получается Такая Башня Все Крышка Закрываем Делать Сорточку Включаем Розетку Наблюдаем Так На Восемь часов Вот Так Красиво Это Все Выглядит Друзья Вот Так Выглядит Процесс После Шести Часов Сушки Ну Яблоки Как бы Сохнут Остальное Посмотрим Продолжение следует